Социальные последствия употребления Из-за того, что употребление приносит потери в социальную жизнь, постепенно, по маленьким частям за раз, зависимому сложно оценить весь масштаб этих потерь. Время. Употребление даже малых доз психоактивных веществ выключает полноценную работу мозга, как минимум на день, а средних доз еще и на следующий день. Можно сказать, что человек во время опьянения и отходника от него не живет, а спит. Близкие отношения из-за употребления формируются негативные отношения близких к употребляющему до полного разрыва отношений. Употребление зависимого приносит вред окружающим его близким людям моральным, материальным, социальным. У близких людей их характер меняется на созависимые и появляются психологические травмы. Деньги. Часто зависимый просто не осознает, какую сумму денег он правоупотребляет за всю свою жизнь. Примерно за 10 лет злоупотребления эти суммы колеблются от хорошей машины, в самом легком случае, до нескольких хороших квартир при жестком употреблении. Работа, карьера, учеба. Злоупотребление негативно влияет на работу. На первых порах употребление замедляет карьерный рост, потом останавливает карьерный рост, а потом зависимый движется вниз по карьерной лестнице вплоть до полной потери работы. Проблемы с законом. Эти потери заключаются от единичных задержаний и штрафов до тюремных сроков. Друзья. Из-за употребления у зависимого ухудшаются, либо теряются отношения с независимыми друзьями. Приобретаются друзья-наркоманы, которые являются скорее врагами, чем друзьями. Отдых. Потерянные хобби и способность к трезвому отдыху. Вообще наилучшим способом социального восстановления является новая нормальная жизнь, а не восстановление потерь в старых. Продолжение следует...